Балтика Балтика Дождливые дни Если в общем брать наши полтора месяца пребывания в Анталии Одна тренировка у нас сорвалась из-за ливня Было очень обильно И конечно же мы добирались с проблемами туда У нас два занятия пропало Холодный, очень холодный январь был Но для нас, для футболистов это терпимо Первый учебно-тренировочный сбор практически целиком был посвящен физической подготовке. Футболистам пришлось хорошенько побегать, дабы набрать оптимальные кондиции. В первом сборе было достаточно много работы беговой. То есть мы работали над физикой, большой объем. Была всего лишь одна игра. Каждый играл по 90 минут, практически каждый. Кто-то играл с локомотивом в Софии, кто-то играл с гурником. И достаточно большой объем был на первых сборах. За время сбора балтийцы провели всего два спарринга. Минимально обыграли болгарский локомотив и уступили польскому гурнику. В составе которого, к слову, играл один из лучших бомбардиров в истории сборной Германии. Чемпион мира Лукас Подольский. Ну впечатление какое, ну как бы видно, что мастеровитый футболист с хорошей передачей, с хорошей левой ногой. Как бы видно, что человек поиграл на хорошем уровне. А так, ну как бы он не сделал такое, чтобы кого-то там обыграл, там троих, четверых. А так, ну конечно, он человек, видно, что поиграл на хорошем уровне. И я думаю, он уже просто заканчивает и играет в свое удовольствие в Польше. На втором сборе Балтике довелось сыграть против третьей команды РПЛ, четвертой команды Сербии, а также чемпионов Казахстана. Так, второй сбор получился больше игровой. Там было три спарринга. Сочи, Табол, Казахстан и сербы на предак. Поэтому уже больше работали над тактикой, что-то пробовали. Было интересно играть против чемпионов Казахстана, против Сочи. Команда идет наверху. И были интересные спарринги, пробовали свои силы, смотрели, подходили к оптимальной форме. Встретились с Игорем Юргановым, естественно, повспоминали моменты. Какой был отличный дуэт. Сказал, что сейчас намного лучше, поэтому накачали его опытом. Пусть играют. Список соперников для команды второго дивизиона очень впечатляет. Однако, легко ли получить таких спарринг-партнеров на сборах в Турции? Здесь все зависит от тренера, от главного. Сергей Николаевич, он сразу сказал, что мин уже сильные соперники. Мы хотим себя проверить, а не то, что там, грубо там, побольше мячей позабивать. Вот, поэтому игры уже подбирались в начале декабря, когда были у нас сроки обговорены, даты товарищеских матчей. И практически процентов 80 мы уже подобрали соперников уже в декабре. А так, конечно, очень-очень проблематично найти хороших соперников. Увы, все топовые команды, они хотят играть с топами. Это естественно. Единственное, может быть, там, хотят рангом пониже, чтобы чуть-чуть там свои какие-то не такой же напряженные. Как говорится. Ну, по большому счету, очень удачные спарринги были в этом году. Разумеется, зимняя пауза – это и жаркая пара на трансферном рынке. Борельщики Балтики прежде всего с нетерпением ждали нового нападающего. И дождались. На правах аренды из Урала к нам переехал скоростной и высокорослый нападающий Артем Максименко. К слову, Сергей Игнашевич следил за ним давно. Первое – это вообще то, что я мог у Сергея Николаевича оказаться еще в торпедо, когда он был главным тренером в этой команде. Это было два года назад. Поэтому сейчас, опять же, переход, можно сказать, состоялся в его команду, которая когда-то мог произойти ранее. Команде Артем присоединился в самом конце первого сбора. А свой первый гол забил в заключительном матче второго. На третьем сборе Максименко отличился еще дважды и стал лучшим снайпером зимней паузы среди балтийцев. Однако одного форварда, разумеется, для выполнения поставленной задачи мало. К концу сборов прилетела очень приятная и действительно мощная новость. Балтика и футбольный клуб Сочи достигли договоренности об аренде лучшего снайпера ФНЛ сезона 18-19 – Максима Барсова. Поступило предложение от Балтики. Приехали на сборах руководители. Показали свой интерес, что не просто на словах, что очень сильно заинтересованы. В принципе, мне тоже было это интересно. Хотелось играть. И перешел как. Сначала все вопросы Сочи надо было решить. Все с Сочи договорились, потом с Балтикой. И, в принципе, все Сочи, Балтики и я приняли решение. И все прошло хорошо. Стараюсь адаптироваться к требованиям Сергея Николаевича. У нас там был разговор. Он мне рассказал, как планирует играть команда, какие требования от меня. Поэтому я стараюсь их выполнять, набирать сейчас форму, быстрее именно сыграться с командой, чтобы каждого игрока понимать, чтобы я их понимал, они понимали меня. И у нас была синергия, и мы шли к победам. Еще одним приобретением Балтийцев стал центральный полузащитник Александр Осипов, экс-капитан московского Велеса. На самом деле все случилось неожиданно для меня, потому что я проходил сборы с другой командой, и мне поступил звонок от руководства Балтики, где мне сказали, что меня собираются выкупить. И согласен ли я на переход? Я, не долго думая, сразу согласился на переход, потому что я считаю, что Балтика для меня – это шаг вперед. Я смогу здесь развиваться, и находясь и рядом с такими партнерами по команде, я смогу развиваться, и очень полезно для себя подчеркнуть от тренерского штаба. Потому что я знаю то, что Сергей Николаевич был заинтересован во мне, как в игроке, и я с удовольствием согласился на переход. Первое впечатление о команде в тренировках, самые позитивные. Мне очень понравился коллектив, ребята очень хорошо меня встретили. Все ребята также работают, полная самоотдача, но за пределами поля все дружные, все сплоченные. Особо хочу отметить сплоченность команды, и это меня, если честно, самого мотивирует. Поэтому впечатление только самое приятное, и одно удовольствие работать с такими партнерами и тренерским штабом. В принципе, требования максимально понятны. Сергей Николаевич мне все доступно объяснил, показал и видеоматериалы, и теоретически часть устно. То есть через сборы за те две недели, то, что я в команде, я успел усвоить самое необходимое, и через тренировочный процесс потихоньку дорабатываю нюансы, которые тренерский штаб требует, и стараюсь выполнять их качественно. Сборы – весьма непростое время для футболистов. Даже несмотря на прекрасные условия вокруг. Практически два месяца без дома, родных и близких психологически даются очень непросто. Поэтому каждый тренер знает, что игрокам важно немного разгрузиться и встряхнуться нефутбольными эмоциями. Да и не только игрокам, но и самим тренерам это тоже нужно. В один из вечеров Сергей Николаевич организовал для команды квиз, но настоящий фурор в интернете произвела церемония награждения, которую в этом отеле запомнят надолго. На вторых сборах, так как было уже больше игры, и Сергей Николаевич увидел, наверное, что мы достаточно подустали. После игры с казахами, по-моему, пошли и устроили квиз. То есть немного уже поработали головой, не думали только о футболе. Поэтому потом закидали тортами друг друга, покушали их. За время заключительного сбора команда провела два матча против яркой Алании и двух команд из РПЛ – Нижнего Новгорода и Уфы. Сергей Игнашевич в промежуточных интервью не раз говорил о том, что у команды нет цели стать чемпионом по результатам на сборах. Главная задача – планомерная подготовка к сезону и, разумеется, важнейшему кубковому матчу против Чайки. Ну, в физическом плане, я думаю, команда хорошо готова. Проделали большой объем работы, это видно по показателям, по датчикам. А в плане игры, ну, как бы тоже под конец мы уже начали понимать друг друга больше. И, как бы, соперники были у нас, я так скажу, все сборы соперники были хорошие по уровню. И интересно было играть. Я думаю, готовы, ну, готовы хорошо. А, как бы, сезон уже покажет. Что же, перед нами стоит самая серьезная задача. И мы верим, что с вашей поддержкой нам все по плечу. У нас впереди будет, как минимум, 14 финалов, начиная с начала марта. Долгожданный день первого официального матча в новом году уже завтра. Ждем вас в четверг на стадионе Калининград. До встречи. Дорогие болельщики, всем привет. Хотел бы вас пригласить на ближайший матч с Чайкой. Приходите, поддержите нас. У нас была большая пауза, мы соскучились по друг другу. Уважаемые болельщики, мы приглашаем вас на кубковую игру против Чайки и ждем вас на стадионе. Вперед, Балтийцы! Вперед, Балтийцы! Вперед, Балтийцы!